Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и мы продолжаем игру с нашим мышонком. У нашего мышонка сейчас жажда, и нам срочно нужно попить водички. Посмотрели в какой стороне озеро, выбираем направление и вперед к озеру. О, посмотри, да тут есть орешек, нужно его скушать. Итак, прием пищи окончен, и можно продолжать свой путь. Корректируем направление, ведь мы немножко сбились. Сейчас у мышонка пятый уровень, и срочно нужно его повышать. Во всех играх, как известно, самое быстрое повышение уровня это... сражение. И наш мышонок напал на белую мышку, кто же из них победит? Вы знаете, ребята, белая мышка дает нам достойный отпор, и еще неизвестно, кто останется в живых. Но мы выиграли это сражение, и повысили уровень. И еще написано, что у нас увеличивается здоровье и урон. Ну вот, мы сейчас на шестом уровне, и еще одно сражение. В этом сражении мы видим, что наш мышонок стал немного сильнее. Это потому, что он уже набрался опыта. И вообще, мне очень интересно, откуда здесь набралось столько мышей. А опыт, кстати, можно повышать не только сражениями, но и квестами. Вот, сейчас мы это и посмотрим. Нашему мышонку осталось в гнездо донести последний грибочек. Для того, чтобы выполнить задание. Итак, последний грибочек уже в норке. И упа, квест завершен. И, кстати, за выполненный квест нам дали больше опыта, чем за сражение. Так что драться совсем не обязательно. И снова у нашего мышонка жажда, которую нужно удалить. А что мы все мышонок да мышонок. Мы ведь в прошлой серии собирались дать ему имя. И вот некоторые варианты. Грызычок, Боня, Грей, так как он серый. Или вообще можно назвать мышку, Чип или Дейл. А еще очень хорошее имя Шустрик. А также Сибири. В общем, вариантов целая уйма. Пока мы выбирали имя нашему мышонку, ему пришло задание подчинить гнездо. И он с ним успешно справился. Да он у нас просто Шустрик. Что он Шустрый, я не спорю. Но мне больше всего понравилось имя Грей. Да, видимо придется идти на компромисс. И имя у него будет Шустрый Грей. Ребята, а как вам такое имя? Мне оно похоже на какое-то пиратское имя. Ой, посмотрите, а кто это впереди? Да это же кот. Нужно срочно уносить лапки. Кстати, ребята, у нас уже девятый уровень. И до десятого осталось совсем немножко. А давайте попробуем войти в дом. Только как же это сделать? А еще мне не терпится поскорее увидеть невесту нашего мышонка. Скорей бы десятый уровень. Вау, кажется там сыр. Ура, пора обзавестись семьей. Местоположение супруги можно увидеть на карте. Найдите супругу в лесу и принесите ей прекрасный цветок. Только сначала нужно подкрепиться и затем отправляться на поиски невесты. Ого, целых четыре невесты. Но мы пойдем к ближайшей. Вы посмотрите, над ней надпись «Потенциальная супруга». Попробуем подарить цветок. Только как это сделать? Положить возле нее нет, неправильно. По-моему, нужно нажать на сердечко. Ура, заключение брака. С супругой надо общаться. Прогуляйтесь вместе и поднимите своей супруге настроение. За это супруга будет носить ресурсы в дом, пока вы спите. А при достижении двадцатого уровня можно завести ребенка. Заведите маленького детеныша. Вы сможете вырастить его, выкормить, обучить. А затем он будет помогать вам в бою и собирать ресурсы. Вот так вот. Сначала ты заботишься о жене и детенышах, а потом они тебе помогают. С супругой необходимо поддерживать хорошие отношения. Ну, прямо как в жизни. Для прогулки с супругой выйдите из норы и нажмите на кнопку вызова супруги. Далее совершайте совместные действия. Сейчас мы это и попробуем сделать. Сначала выходим из норки и нажимаем на колечко. А где же наша супруга? Вот и она. Ну ты жадный, взял сам все и слопал. Просто у нашего мышонка виден уровень голода. А вот у его жены нет. Я думаю, она еще не проголодалась. Да если и честно, я еще не совсем разобрался, как с ней делиться пищей. Да если честно, то нашему мышонку больше нужно сил тратить. И значит ему больше нужно пищи. Вот сейчас он отнес клубок сена в норку. И теперь можно идти на романтическую прогулку. А самым романтическим местом в нашей локации является озеро. Заодно и утолим жажду. Ой, и снова впереди опасность. Наша парочка напала на паука. И кстати, у них это очень хорошо получается. Ведь они его смогли одолеть. Ребята, я кажется наконец-то разобрался, как делиться пищей с женой. Нажимаем на маленькие столовые приборы, вилка и нож. Сейчас попробуем накормить жену. Отлично, у нас все получилось. Кстати, у супруги поднялось настроение. Теперь я понимаю, как ей лучше всего поднимать настроение. Ну вот, еще немножко поднялось. Совершенно верно подметил. А то у нашей невесты было ужасное настроение. И кстати, пока наша супружеская пара будут собирать ресурсы, для вас, ребята, прозвучат долгожданные приветики. И как всегда, мы начнем с поздравительных приветиков. Итак, поздравительный приветик Ивану Ткаченко, Эдуарду Попатченко, Вике Губанцовой, Олесе Грицининой, Никите Крутину и Харли Квинн. А также Веронике Звездной. Еще от канала Страна Игрляндия звучит приветик Евгении Романчук, Миле Белоусенко, Кате Хавкиной, Яне ЛПС, Диане Халиевой, Алине и Милане. Также приветик Тане Комлиной, Акмаралу Дусейковой, Ирине Вашуровой, Матвею Архипову, Назару Магей, Алине Радик и ее сестричкам, Тане, Вике и Ане. Также приветик Кате Кэт, Богдану Туланову, Насте Чупровой, Кате Ортис, Арине Котенкиной, Светлане Вэй, Диме и Дарине Дудкиным. Радужный приветик Карине Квицининой, Рэй Куки Ти Ви, Катюше Солодовой и всей ее семье. Также приветик Дарье Виноградовой и Арише, Каролине Сорокиной и всей ее семье, Екатерине Александровой и Паулине Петросян. Огромный приветик Нурь и Нехаль Джинейном, Лере Глотовой и Оксане Краюхиной, Лере Ширяевой и Иване Карасеву, также приветик Павлу Литвинову, Нацуми Циммерман, Анне Шпак, Катяре, Саше Заплава, Сержу Кутузову, Паше Касаткину, Софье Левкиной, Маше Феоктистовой, Владе и Вике Котелюк, Антону Аренину, Вике Федик, Анастасии Бановой и Марии Ивановой. Солнечный приветик Евгении Колчиной, Татьяне Кравченко, Марине Мазепе и Леве. А тем временем у наших мышат уровень повышен, здоровье и урон увеличены. Но тем не менее, они еще не полностью насытились, и поэтому я продолжу передавать приветики Марии Островой и ее подруге Кате, Надежде Твин и ее сестричке Ульяне, Катерине Королевской и ее подруге Машеньке. О нет, мы уснули. Нам совсем немножко не хватило, чтобы добежать до норки и поспать уже нормально. В то время, как наш шустрик Грей спит, его жена собирает ресурсы. 18 еды, одна веточка и один клубок соломы. Кстати, если мышонок спит не в своем гнезде, то он полностью не высыпается. Вот и сейчас он отдохнувший всего наполовину. Но это и понятно, ведь он ночевал среди леса, и все время ему нужно было быть на чеку. Ну а у меня, ребята, на сегодня еще осталось несколько приветиков. Элвину, Джанику, Рике, Райшиной Ксении и ее братику Егору, также Диме Проскудину, Насте Васильчук, Насте Костцевой и Лере Зиминой. А нам снова новое задание. Сердце, сплетенное из веток и сена, станет прекрасным украшением для нашей норки. Еще привет Полине Барсуковой, Светлане Богомоловой, Арине Хайрулиной, Марте Зельманович, Анастасии Мишиной и Владу Цареву. Ребята, ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока и до новых встреч. А с вами, как всегда, был канал Страна Игрляндия.